Усиление работ на оставшихся объектах, где продолжается модернизация тепловых сетей, на повестке еженедельного штаба по подготовке к отопительному сезону. Заседание прошло в Департаменте городского хозяйства и экологии. В первую очередь во всех нюансах разобрали ситуации, касающиеся сложных участков, которые находятся на улично-дорожной сети с оживленным движением. Сейчас к таким объектам относит Московское шоссе. Проезжую часть там планируют привести в порядок уже к этой субботе и полностью открыть движение. Кроме того, в категорию сложных включили улицу Агибалова. Первый заместитель главы города Владимир Василенко говорит, участок сдадут в срок. Также вице-мэр рассказал и о других масштабных работах по перекладкам, проходящим в Самаре. В том числе о теплотрассах с переходом через проезжую часть. Большие переходы мы завершаем в эти выходные. Это в Рубеле и Аврора по гаражам. Вот этот сам переход. У нас остается небольшой переход. Сегодня решение будет принято. Это улица Фрунзе для того, чтобы сделать этот переход. Там небольшой. Там, скажем, одну полосу закрыть, войти во двор и дальше во дворе работать. Там небольшая труба. На особом контроле городских властей подготовка труб теплоснабжения на объектах социальной сферы. К ним относят образовательные учреждения. Монтажные схемы на этих участках должны быть готовы к 10 сентября, чтобы в случае непогоды в школах и детских садах было тепло. Так, на некоторых объектах перекладка близится к завершению. Например, на теплотрассе по адресу Новосадовая 9А, которая питает четыре жилых дома и детский сад, рабочие приступили к гидроизоляции лотка, в котором находятся трубы. Это значит, что участок совсем скоро сдадут под засыпку и дальнейшее благоустройство. Уже выполнено 80% работ. На данный момент сварочные работы, сварочный монтаж работы закончен. Осталось чисто строительное. Производится гидроизоляция лотка. Готовится обмазочная гидроизоляция. Следующий слой у нас будет обклеечная гидроизоляция. Это заключительный цикл на данном этапе. Битумная мастика и специальный гидроизоляционный материал служат дополнительной защитой. Для этого предназначен и усиленный монолитный лоток, в который уложены трубы. Они разного диаметра. Одни для отопления, другие для горячего водоснабжения, которое пока обеспечивается за счет временной линии. Предусмотрены элементы системы оперативного диспетчерского контроля. В случае возникновения утечки об этом сразу станет известно. Сейчас на объекте задействовано 17 специалистов и 8 единиц техники. Поставлена задача к концу недели завершить перекладку труб, а затем провести благоустройство участка. После этого работы начнутся от Новосадовой 13 в направлении Осипенко. В этом году специалисты должны выполнить ремонт и техническое перевооружение 58 участков тепловых сетей. Срок завершения работ 15 сентября.